Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Android and Windows Полезные Советы и сегодня я вам расскажу, как можно освободить много памяти на своем устройстве. Я думаю, что это очень полезная и важная информация, потому что памяти, конечно же, нам всегда не хватает, даже если у нас ее много, 128, 256 гигабайт. У меня, кстати, знакомый недавно купил себе смартфон, у него там терабайт стоит, и то, как бы говорит, уже там 300-400 гигабайт забил, потому что там фильмы качает в крутом качестве, ну и так далее, в общем, поехало. Поэтому памяти мало никогда не бывает. В свете последних событий, я имею в виду в плане того, что Инстаграм, там Фейсбук и много других соцсетей подверглись блокировке, поэтому огромное количество пользователей начало переходить в социальную сеть ВКонтакте. Ну и, соответственно, ребят, как вы уже догадались, сегодня мы будем очищать именно это приложение, потому что именно в нем начинает скапливаться огромное количество, ну, всяких мусорных файлов, которые необходимо очистить, и благодаря чему вы сможете увеличить, ну, сделать больше места на своем смартфоне. А пользуются ВКонтактом, в принципе, многие. Я думаю, и так, как бы им пользовались многие люди. А теперь в связи с тем, что, как бы, большинство соцсетей запрещены, то теперь им пользуется вообще огромное количество людей. Я, кстати, читал, какая там цифра, но, в принципе, озвучивать ее не буду. Я думаю, как бы и так понятно, что много. Итак, показывать буду универсальный способ, который работает на всех смартфонах, не важно, какая у вас модель телефона, не важно, какая у вас там MIUI, не MIUI, Android у вас какой, все будет у вас работать. Поэтому не переживайте. Покажу универсальный способ. Итак, заходим в настройки нашего телефона. Тут ничего сложного нет. Далее в поиске пишем приложение. Напишите полностью и правильно, потому что многие пишут частично, либо неправильно. Из-за этого не могут найти эту настройку. Заходим в приложение. И здесь в приложениях нам сейчас подгрузят все наши приложения. Нам необходимо с вами будет найти непосредственно приложение ВКонтакте. Ну, к сожалению, так как телефон довольно-таки староват, то поиска здесь нет. У многих более современных версий, ну, Android и так далее, будет поиск. Поэтому вы можете найти через поиск. Мне придется же вот так вот все это дело немножко пролистнуть и найти приложение ВКонтакте, так сказать, вручную. Ну, я думаю, ничего здесь сложного нет. Вот. Кстати, пишите, у кого есть поиск, у кого нет поиска, будет интересно. Итак, нашли, переходим. Ребят, смотрите. Ну, первое, если вот зайти память, тут будут довольно-таки интересные показатели. То есть, смотрите, максимальная память использована 386 мегабайт. Как часто используется? Редко 4%. Ну, справедливости ради, я вам хочу сказать, я ВКонтакте все-таки сижу, но не так часто. И я как бы сижу на другом своем смартфоне, основном этот, для записи видосов. Поэтому как бы здесь не так активно пользуюсь этой соцсетью. Итак, ну, это так, чисто для справочки. Возвращаемся назад. И тут нам надо перейти в самый первый пункт, который называется память. Ребят, и смотрите, кэш 74, 27 мегабайт. Это с учетом того, что перед записью видео я заходил, и там было 2 гигабайта кэша. Я вот очистил кэш. Надо было не очищать, показать вам. Кстати, напишите в комментариях, сколько кэша показывает у вас. Я уверен, что там будет, ну, прилично. То есть, особенно, если вы там любите смотреть ВКонтакте, вот эти вот короткие видео, как типа в ТикТок и так далее. То есть, у меня, у супруги, она вот прям не вылазит с контакта. Я вам хочу сказать, там было 8 гигабайт кэша. 8 гигабайт кэша, вы представляете себе? Ну, и, соответственно, очистить все это дело легко. Я думаю, все мы понимаем. Нажимаем очистить кэш. Все, кэш очищен. И таким образом мы с вами освободили прилично свободного места на телефоне. То есть, ну, представьте, да, 2 гигабайта. Это довольно-таки много. То есть, это соцсеть 2 гигабайта, телеграмм 2 гигабайта. И так далее. И опять же таки, мы сейчас вот очистили те файлы, которые вам, в принципе, не нужны. То есть, это картинки, которые подгружались, или там часть каких-то видео, которые вы уже не будете пересматривать, которые вы уже не будете смотреть, которыми вы не будете пользоваться. А они хранятся у вас на телефоне и засоряют непосредственно его. Ну, также тут, кстати, советую еще зайти в права и посмотреть, какие права имеет приложение ВКонтакте. Лишним это не будет. Как видите, у меня все права отключены. Советую вам тоже так сделать. Потому что лишний раз не стоит предоставлять права приложениям, особенно там к камере, к контактам, к микрофону. Хотя бы просто потому, что ребята не будут это использовать в фоне. И, соответственно, это будет расходовать, во-первых, батарею вашего телефона. Во-вторых, телефон начнет подтормаживать. Хотя вам будет казаться, что вы на нем ничего не делаете, ничего не происходит. И, соответственно, почему вдруг он тормозит? Видимо, сломался, надо нести в сервис. Нет. Чаще всего проблема вот именно из-за того, что мало памяти. И вот так вот в фоне эти приложения имеют доступ к куче различных функций. Поэтому, соответственно, их нужно отключать. Пишите в комментариях, сколько кэша занимало приложение ВК у вас. Нам будет интересно. Посмотрим, у кого больше, кто, так сказать, заядлый пользователь ВК. Ну, а с вами мы увидимся в новых видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик. До новых встреч.